Здравствуйте! Итак, продолжаем разбираться с плёночным фотоаппаратом Canon E1. И, как уже, может быть, многие заметили, после покупки вроде бы даже исправного плёночного фотоаппарата, оказывается, что плёнка немного засвечивается. Причём засвечивается в определённых конкретных местах в виде полос или пятен, которые появляются в одних и тех же местах. И, к сожалению, данная болячка является хронической, собственно, и для этого фотоаппарата, с которым столкнулся и я, и несколько моих приятелей, и ещё много владельцев этого фотоаппарата. В интернете ходит довольно много рассказов, мастер-классов, видосов и прочего о том, как с этим бороться. Некоторые из этих способов носят, конечно, такой ультимативный характер с помощью оригинального фотоаппаралона. Но я нашёл способ более экономичный, более дешёвый и не менее эффективный. Итак, по порядку. В первую очередь давайте посмотрим, какие засветы характерны для каких проблемных мест. Как правило, такие полосы появляются или из-за того, что неправильно настроены пружины шторок у фотоаппарата, то есть одна шторка торопится, другая запаздывает или наоборот. Или сами шторки дырявые, уже просто от старости. Но это очень легко определить, просто посмотрев на шторки, на просвет. Они будут пропускать свет, вы это сразу увидите. Или дырявая задняя крышка. Чтобы определить совершенно точно, в крышке ли дело или в шторках, можно посмотреть на уже проявленную плёнку. Если эти полосы продолжаются на перфорации, как в данном случае, значит проблема точно в задней крышке или в замке крышки. Почитав форумы, посмотрев обзоры и так далее, и так далее, оказалось, что в принципе у всех эротроками самое больное место в плане крышки – это замок. Именно здесь появляются самые широкие щели, через которые попадает свет, пыль, влага и так далее, и так далее. Я сейчас покажу по порядку, как собственно с этим бороться. Всё, что вам для этого понадобится, ну естественно сам фотоаппарат, вам понадобится моток шерстяной нитки, довольно толстый. В данном случае я взял белую, просто чтобы вам было лучше видно. Я, конечно, использовал чёрную. Да, шерстяная нитка. В принципе, может быть и какая-то другая синтетическая, но у меня просто другой не нашлось. В принципе, шерсть подошла на ура. Дальше это вам понадобятся ножницы. Вам понадобится в идеале, конечно, инструментальный шпатель, его называют, но есть он не у всех, и в принципе, вместо него можно использовать просто какую-нибудь маленькую минусовую отвертку, в принципе, тоже подойдёт. Дальше вам понадобится какой-либо суперклей. Я использую уже очень давно во всех своих делах супермомент Макси. Клей ядрёный, клеит всё подряд. Сохнет буквально за секунду, и один важный момент, сохнет именно в анаэробной среде, то есть в отсутствии кислорода. Можно использовать любой другой суперклей, не важно, момент это или не момент. Главное не использовать какой-либо ПВА или клей-момент, который долго сохнет. То есть нужен именно секундный. ПВА сохнет очень долго, и использовать его с шерстяной ниткой вообще не получится. Я попробовал ради эксперимента, ничего хорошего из этого не ушло. Только секундный клей. Понадобится совсем чуть-чуть. В идеале, так как у клея носик довольно широкий, и он капает большими каплями, лучше использовать какую-нибудь там зубочистку, иголку для нанесения тоненького слоя клея, или для нанесения маленькой капельки. Покажу, собственно, саму технологию. У меня уже всё это сделано, но, тем не менее, показать можно. Итак, на Canon, как и на большинстве других ретро-камер, использовался специальный фотопоролон или бархат, как ещё могут его назвать. Проклеивался он по периметру всей крышки в специальном пазу. Я буду вам показывать всё это шпателем. Вот он, этот паз. Всё это здесь проклеивается. И по периметру крышки, особенно на стыке. Здесь поролон, и здесь поролон. И то же самое с другой стороны. Здесь поролон был. И иногда бывает здесь, но на Canon его здесь нет. Так вот, как правило, засвет задней крышки происходит где-то вот в этой области, в районе замка. Иногда здесь, но очень редко в этой области, так как с задней стороны защищает плёнку от света прижимной столик. Плёнка, кстати, уже этого столика, поэтому гарантия 100%, что в данной области плёнка засветиться не может только через шторку. Итак, суть в чём? Значит, отрезается некоторый достаточный отрезок шерстяной нитки. Один её конец, чтобы не махрился, его можно смочить водичкой, немножко лизнуть или ещё что-либо. Ну, в общем, чтобы он просто не махрился. Этот кончик мы кладём в конец паза. Можно немножко, чтобы он торчал, оставить, да? И капаем туда капелькой клея. Буквально совсем капельку прижимаем, чтобы там он закрепился. И дальше, придерживая, допустим, той же отверткой в этом месте уже приклеенную ниточку, мы её потихоньку начинаем укладывать в паз и потихоньку начинаем её туда притапливать. Суть в том, что сама нитка приклеивается только на концах. То есть, в самом пазу, где-то посередине или ещё где-либо, она не приклеивается. В этом, честно говоря, нет необходимости. Да и к тому же, если вам придётся... А вам, скорее всего, придётся когда-то её поменять, потому что шерстяная нитка тоже не вечная, вам придётся её поменять, вам придётся просто, я не знаю, или стамеской, или той же отверткой выковыривать засохший клей вместе с перемазанной в клею шерстяной ниткой и так далее. Поэтому я просто сделал, я с этого конца приклеил, допустим, с этого. Итак, нитку давили до конца. Здесь тоже можно немножко с запасом. Сюда капельку клея отрезаем. И дальше лишнюю нитку отрезаем уже, там, можно каким-нибудь скальпелем или маленькими ножничками. Та же самая манипуляция делается снизу. Точно так же с запасом потихоньку. Капелька клея сюда, дальше придерживаем, укладываем. Приглаживаем и так далее, и так далее. То есть, у меня сейчас нитка не утапливается, потому что у меня в этих пазах уже чёрная шерстяная нитка уложена. Но, думаю, суть понятна. Точно так же с этого конца мы делаем запас, приклеиваем, обрезаем. Самое сложное с замком. Здесь ещё поперёк крышки надо уложить шерстяную нитку. Я клеил поверх бархата. У меня здесь уже есть бархат, он уже обсыпался, я пытался его отодрать, но получается такая грязь, не очень. И я решил просто поверх старого бархата приклеить. Так же снова взял кусочек нитки, приклеил с одного конца здесь, натянул, приклеил с того конца здесь, ну и где-то посередине ещё сделал капельку, чтобы он просто у вас, так сказать, не болтался вот так вот. Всё, сделал здесь то же самое. А здесь на крышке клеить шерстяную нитку я не стал. Я здесь оставил старый обсыпанный бархат. Если я сюда приклею ещё одну шерстяную нитку, у меня просто крышка не закроется, потому что слишком большой объём получается. И, как оказалось, после того, как я отснял пробную плёнку, этого оказалось более чем достаточно. Далее на крышке самое геморройное место оказалось в районе вот здесь замка. Здесь находится, я не знаю, как правильно это назвать, что-то вроде язычка или как это, который, собственно, держит крышку. Здесь точно так же нужно натянуть нитку, но придётся её разделить пополам, так как не получится обойти вот этот язычок. Точно так же берёте маленький кусочек с двух концов капельки клея и приклеили. Я клеил поверх бархата. Клеить шерстяную нитку вот здесь тоже нет смысла, тоже крышка не закроется, будет слишком большой объём. В принципе, и этого тоже оказалось достаточно. Какой ещё момент? Если говорить конкретно об этом фотоаппарате Canon E1, здесь в верхнем пазу под взводом есть маленький рычажочек вот здесь. Это рычажок сброса счётчика кадров. Когда крышка открывается, у вас счётчик сбрасывается. Так вот, его тоже нужно обойти. Я, когда натягивал нитку, я вот здесь, вот, вот он находится, этот рычажок, я здесь ниточку обрезал и продолжил уже чуть дальше. Тут маленькая щель получается, то есть маленький отрезочек, где нет нитки. Но это оказалось некритично, засветов тоже нет. В принципе, может быть, и можно и ниткой закрыть этот рычажок, ничего страшного не произойдёт, но во мне сыграл перфекционист, и я решил всё-таки обойти его. И после этого пробуйте закрыть крышку. В первый раз закрываться она будет очень туго, и потом немножко шерстяная нитка, так сказать, призмётся, разработается, и будет закрываться чуть легче. Но, тем не менее, крышка будет очень плотно сидеть. Раньше она у меня без шерстяной нитки люфтила немного при нажатии. Сейчас закрывается намертво, и ничего не люфтит, никуда не ездит. Пыль вообще перестала попадать. Я достаю плёнку абсолютно чистую, без пыли. Никаких засветов нет. Можете посмотреть тестовые снимки, которые я приложил. Это то, что после проделанных манипуляций. Я специально фотоаппарат оставлял на солнце без чехла, без сумки, чтобы, если есть где-то всё-таки какая-то щель свет, всё-таки туда попал. Но, слава богу, всё в порядке. Единственный ещё момент. Я всё-таки решил перестраховаться. Многие заклеивают крышку чёрной изолентой непрозрачной. Она не всегда спасает, как показала практика. Но, тем не менее, я решил подстраховаться. И вот в районе замка я её всю, весь замок, в районе крепления, крышки, я всё-таки решил проклеить чёрной изолентой. Но пусть так она здесь и будет. Она, в принципе, мне не мешает. И даже в момент, когда я открываю крышку или закрываю, она, в принципе, никак не мешается. Так что пускай она там будет. Вот. Если остались какие-то вопросы по этому способу, пишите в комментариях, постараюсь всё ответить. Может быть, там какие-то дополнительные видосы, да сниму. Может, какие-то фотографии приложу ещё дополнительно. Но, думаю, суть ясна. В принципе, полностью на всю работу у меня ушло 15 минут. Так как я делаю это в первый раз, если я буду это делать во второй раз, у меня уйдёт, наверное, ну, максимум минут 10, не больше. Ну, то есть, один вечерок посидеть, немножко аккуратно. Главное найти шерстяную нитку, хороший клей. В принципе, всё. Больше здесь ничего не нужно. Ну, и просто будьте аккуратны и будьте точны. Если вам всё-таки нравится засветы, вы не хотите от них избавляться, можете погуглить. Я попробую в комментариях позже приложить эту ссылку. Есть некоторый фотограф, я забыл, как его зовут. Вот он научился с помощью дырявых крышек управлять засветами. То есть, он делает засветы именно так, как он хочет, а не так, как получится. Я постараюсь найти хоть какую-то информацию об этом человеке. Я случайно попал на его статью, пока шарился по фотофорумам, искал вопросы решения данной проблемы. Кому-то, может быть, будет интересно. Но лично меня засветы стали раздражать после того, как на третьей, четвёртой плёнке они появляются в одних и тех же местах и уже перестали быть прикольными. Или когда ты снимаешь, хочешь действительно снять какой-то качественный портрет, где не будет каких-либо артефактов. А у тебя на пол кадра просто засвет через всё лицо человека. Ну, как-то не очень. После этого я решил всё-таки убрать засветы. К тому же, почему именно две капельки клея? Сначала и с конца. Захотите засветы, просто возьмёте, подцепите эту шерстяную нитку и вытащите её нафиг. Ну, и потом поставите новый. Никаких проблем. Так что, мне кажется, данный способ просто тупо самый дешёвый и самый практичный. Использовать фотоаппаралон, ну, я бы стал его использовать только, если бы отправлял свой фотоаппарат на перепродажу или я бы занимался реставрацией фотоаппаратов или ещё что-то. Но так как фотоаппаралон просто стоит дорого, управляться с ним довольно тяжеловато, честно говоря. Ну, я смотрел просто видео, как люди с ним работают, ну, и кажется, с шерстяной ниткой просто проще. Вот, поэтому я не стал заморачиваться, заказывать его откуда-то. Поэтому вот, шерстяная нитка One Love. Ну, всё. Я думаю, что я ответил на все ваши вопросы. Если что-то ещё осталось, пишите в комментах. В общем, удачи. Фотографируйте, любите фотоаппарат и будьте с ним аккуратны. Удачи, ребята.